Один клиент за другим и каждый раз новый новогодний дизайн. Девушки мастеров не щадят, успевают привести себя в порядок перед главным праздником года. Новогодние запросы всегда отличаются. Новый год это особенный праздник, наверное, для всех и тем более для девушек. Нам охота что-то такого необычного, интересного. Новогодние дизайны мастера продумывают заранее. Снежинки, олени и даже целая еловая ветка с игрушками. Не маникюр, картина. Просят рисунки, блестки новогодние, потом кошачий глаз сейчас в моде. И так работаем с утра до вечера. Люди готовятся, запись уже до конца месяца забита, можно сказать. Женщины ходят абсолютно на все процедуры. Конечно, это и депиляция, и маникюр, педикюр, и спа-процедуры. Но, конечно, большим спросом это ногтевой сервис, это маникюр. Мастера будут работать с утра до вечера для того, чтобы каждая не только на корпоратив, но и новогоднюю ночь смогла почувствовать себя королевой. Маникюр можно сделать даже за две недели до праздника, а вот о новогоднем наряде приходится думать заранее, особенно если принято решение об индивидуальном пошиве. Дизайнер Лев Колесов предупреждает, сроки исполнения могут зависеть не только от пожеланий клиента, но и от качества ткани и количества декора. Времени мало, отправляемся в магазин. Перед праздником там есть из чего выбрать платье мечты. Тут выбор, конечно, есть, но если нам астрологи рекомендуют светлые, белые и металлизированные, то вот это платье. Если нужно, то подчеркнули линию талии, то тут и вырез хороший. Не все следуют правилу в Новый год в новом наряде. Как показал опрос в социальных сетях телеканала «Алмазный край», из более 300 опрошенных только 133 покупают себе наряд перед каждым новогодним праздником. Тот, кто так щепетильно подходит к подготовке, не пропускает и другой аспект – праздничную прическу и мейкап. От мастера Анны Демениной последний в этом году клиент уйдет в 10 вечера 31 декабря. Она отвечает за главную изюминку новогоднего образа – прическу. Тенденция нам диктует стиль 80-х-90-х годов. И это значит объемные челки, мелкие кудри, гладкие, высокие, низкие хвосты. То, что востребовано у клиентов, это до сих пор уже на протяжении долгого времени остаются локоны, средние, крупные, текстурные пучки. Ну, наверное, и все. Ну, если это стрижка, подчеркнуть ее какой-то укладкой и в меру объем. А вот с блестками в макияже можно не осторожничать, говорят визажисты. Все-таки Новый год, поэтому смело пускайте в ход блестящие текстуры. Но все же обсыпаться ими с ног до головы не советуют. Такие небольшие, да, можно нюансы, да, на глазки поставить. Либо сделать сияющие губы, тоже это очень актуально. Можно в качестве хайлайтера сияющего здесь скулы подчеркнуть. То есть, такие, знаете, элементами. Такие сборы обходятся в круглую сумму. Как показал еще один опрос, на праздничные сборы девушки могут потратить до 40 тысяч рублей. Хотя большинство опрошенных все же укладывается в сумму от 5 до 10. Ну, а кто-то не тратит ни рубля. Такой ответ дали мужчины. Весело встретить Новый год в компании коллег можно и без особых затрат. Главное, правильно выбрать место, где даже обычные джинсы и свитер будут выглядеть местно и празднично. И не забыть хорошее настроение. Ведь ничего так не радует, как завершение тяжелого трудового года. С Новым годом, коллеги! Ура!